Армения и Франция явно ожидают дипломатического успеха на заседании Совета Безопасности ООН. В итоге стали свидетелями своего же разгрома. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное Ереваном и Парижем, завершилось без принятия какого-либо документа. В слушаниях также принял участие глава МИД Азербайджана Джейхум Байрама, в которой аргументированно опроверг все обвинения армянской стороны. Министр указал, что созыв заседания Совета Безопасности по инициативе Армении является очевидным нарушением требований Устава ООН об уважении, суверенитета и территориальной целостности государств. Такое безответственное злоупотребление Советом совершенно недопустимо. Это серьезный удар по авторитету органа, и оно должно быть полностью отвергнутым. В то же время это неэффективно и бессмысленно. Сегодня, в ситуации, когда Совет созывался для обсуждения в связи с якобы обеспокоенностью относительно прав и безопасности жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана, антитеррористические мероприятия на территории Карабаха остановлены, и появилась возможность для практической реинтеграции жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана в азербайджанское общество. Действия Армении крайне неэффективны и бессмысленны. Джихун Байрамов довел до сведения противоположной стороны, что Ереван за последние три года продолжал удерживать на территории Карабаха незаконные вооруженные формирования. Антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном в Карабахе, положили конец военной хунте. Сегодня Баку стремится создать благополучный мир и начать процесс реинтеграции армян Карабаха. Но этого хотят не все. Позиция, которую заняли на заседании и демонстрировали ранее такие страны, как Германия, Франция и Евросоюз, показывает всю сущность антиазербайджанской политики Запада. Заседание Совета Безопасности, в принципе, ещё раз показало бесперспективность попыток давления на Азербайджан через вот этот инструмент. Совет Безопасности в 1993 году принял резолюции, подтверждающие территориальную целостность Азербайджана, попытки отдельных стран Франции, Германии, которые, в общем-то, не высказывали никакого интереса по проблемам Азербайджана в течение 30 лет оккупации. Никакие миссии не развертывались на границе, никакие даже миссии не отправлялись. Теперь они все бросились защищать интересы Армении. В Совете Безопасности уже второй раз мы сейчас видим заседание. Оно закончилось ничем. Никаких документов не принято, заявление не принято. С ещё одним довольно ангажированным заявлением выступил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, который пригрозил Баку мерами в случае эскалации ситуации в Карабахе. Европейский дипломат подобными высказываниями дискредитирует ЕС в глазах азербайджанской общественности. Вся эта ситуация изменилась и изменил её Азербайджан, изменил напои боя. Поэтому, конечно, продолжение давления на Азербайджан, оно контрпродуктивно для этих стран. Вызывает сожаление из-за явления Борреля, потому что, в общем-то, конечно, Азербайджан всегда уделял вниманию развитию отношений с Европейским Союзом и сейчас нацелен. Но такие односторонние действия действительно подрывают авторитет европейских стран. Антиазербайджанское предвзятое заявление Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля по антитеррористическим мероприятиям Азербайджана в Карабахе должно было стать совместным заявлением всех 27 стран ЕС. Однако, в Венгрии заблокировало инициированное армянскими лоббистами антиазербайджанское заявление, наложив на него вето. Продолжение следует...